Это Михаил Граченко, который расскажет о промышленном посетении Беларуси от А до Я. Хочу сказать, что это очень интересный молодой человек, который просто дико растущий, развивается быстро, смело. Я думаю, что это настоящее наше будущее. Вот оно. Хотел бы вам приветствовать всех наших пчеловодов здесь. В первую очередь хотел бы вам сказать большое спасибо вам, Геннад, и по поводу того, что она нас собрала сегодня. Здесь я тоже, в итоге, потому что я смотрю очень много больших людей здесь, не больших пчеловодов, не монотых пчеловодов. Я хочу сегодня показать вам пасеку, с чего я начинал и для чего даже сегодня. Вот, кратенько о себе расскажу поправить, я уже с 2006 года, начинал с одной семьи и держал вот в таких вот ульях, видно на фото. Вот с такого я начинал. С 2000 года по 2005 год я вырос с одной семьи до 35, увеличив пачку только вот такими зелененькими ящиками. Когда мне это надоело, я пришел к тому, что нужно отходить от этого, потому что больше 35 семей, будучи 18-летним парнем, я не выдержал. И спина моя, и лазить по деревням я тоже не буду. Ну и хочу, конечно, рассказывать, вам что время снимать, но перебарить не забывай. Вот. Ну вот, опять же повторюсь, вот такая пасека на момент моего перехода именно в 2005 год, 2006 год. Это очень сложно мне давалось. То есть, перейти вот в старой системе, от которой ты научился говорить, это то же самое, как мы научились говорить на одном языке, да, приехали в другую страну, и нам нужно научиться по-другому разговаривать. Вот это абсолютно разные, разные технологии, и разный подход к пчелью, и, ну, абсолютно все разное. Самое главное мышление, это совсем по-другому происходит. Вот. Здесь мы могли сидеть, вот при этой системе мы могли сидеть у подалитков, и иногда по вечерам, рассматривая пчелу, и ждать, и смотреть, как она выпаривает нектар. И радоваться, казалось бы, нектару, а в конце концов-то радоваться нечем, там, 20-15 кг мёдов. И всё. Вот, следующий факел. В 2004 году я начал уже практиковать матховодство. То бишь, на четвёртый год своей практики, чудоводческой, я начал практиковать чудоводство, опять же, в этих же ульях. Да? И я всем рекомендую, есть у вас, пасека, 10 семей, есть 15, выводите маток. Выводите маток, потому что, в первую очередь, научите выводить маток, завтра у вас очень много проблем решится. Вот. Неважно изначально, от какого вы будете материала выводиться. Набейте рубку, потом приобретайте племенной материал, кармин, кубак, просто что угодно. И вы смените пару месяцев, соответственно, у вас сократится время для провождения около семей. Соответственно, у вас вы со счёт сэкономленного времени сможете содержать большее количество пчелосемей. Больше количество пчелосемей, больше вал, больше вы заработаете, соответственно, ваша пасека становится больше рентабельна. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот так вот, мы коснем сейчас уже косвенно так надководство, да? Ну вот так вот мы прививались, без всяких... И до сих пор так, кстати, прививаем. У нас были две системы Nikot, французских, непосредственно оригинала, без перекупов. У меня, слава богу, есть такая возможность ездить в Европу. Пришел вот к этому. Если кому-то интересно, время у нас позволяет, я это сейчас расскажу, да? Пластиковый сок мы засодим матку, чтобы она начала ложить яйцо. Матка заложила, все классно. Приходим на третье сутки, яйца нет. Три дня вы потеряли. Опять солите матку, опять заложила. Выходите, опять нет матки. Есть сейчас две системы, то бишь переворачивать решетки. Переворачивать решетки, ну вы теряете три дня. Поверьте, от яйца и то, что мы переносим, если вы правильно видите, ну выбираете правильную личинку, ничего сложного нету. Сейчас очень много есть способов переносить личинку и увеличительные стекла. Много чего есть. Действительно, и подрезать сок можно, и китайский шпатель, да? Вместе с молочком. На качество маток это никак не влияет. Ну, в моей практике. Следующий стекло. Вот. Вот именно тот роковой год, тысяч шестой год, практически один сезон я пережил. Вот с этими улями. Это мое начало. Представьте ситуацию, расскажу немножко кратенько историю. Я сам сирота был. Реально скажу, кушать нечего было в те годы. Потому что у нас было пятеро, сельская жизнь, мать пенсионерка, отца нету, опекун. И стоит 35 семей. Да, мед есть. Да, классно, все хорошо. Но семью кормить надо. Строить там какие-то постройки, т.п. И я принимаю решение в конце сезона, когда нету меда, перейти вот на эти ульки. Соответственно, как? Пойти брать в долг. Он, слава Богу, был такой, слава Богу. Ну, большое ему спасибо. Круша, Саша. Я приехал к нему, он знал, что он делал ульи вот такие. Я ему сказал, Саша, сделай, пожалуйста, улью. Деньги дам по факту, как сделаешь. Он сделал мне улью в феврале месяце. Я потом, когда забирал улью, говорю, Саша, вот такая ситуация. С ним нету денег. Ты можешь мне подождать до июля? Ну, мы, конечно, пытаемся надеваться. Ульи уже сделаны. Я немножко его вспомнил. Ну, получается. Но ульи у меня были сделаны. И что я делаю? Я в этой ситуации уже с дадановской системой обрезаю рамки и пересаживаю в эти. Эти ульи закупили себя за сезон. Я отдал долги. И у меня уже пчелы сидели и в даданах, и в этих семьях. То бишь я увеличился сразу с 35 семей до 55. И что вы думаете, что я сделал? У меня остались деньги еще. У меня сразу возникла идея поставить пчел на прицеп и кочевать, чтобы еще больше увеличить в вал. Ну, у меня 20 ульев. А на прицеп становится 30 ульев. Там 30-32. Вы увидите, там или 20-80 и такое. И мне не хватает ульев. И все. Я прихожу опять же к такому решению. Саша, сделай, пожалуйста, ульев. Он же знает мою. Пантуально. Сказал, а там, значит, отдам. И я прошу его, Саша, сделай. И он делает опять такие ульев, чтобы мне загрузить прицеп. Следующий слайд, пожалуйста. И вот этот роковой прицеп. Он мне обошелся 500 долларов на то время. И я ставлю пчелу на прицеп и вывожу к фермеру. Как вывозил я первый раз к фермеру, я думал, я волосы выделу, наверное. Потому что мы отъехали, ну, знаете же все пчеловоды. Мы загрузили с земли пчел на прицеп. Все потные, все грязные, нервные. Мы отъезжаем два километра. А этот прицеп на балансирах. Вот этот первый, да? Он на балансирах и одно колесо стреляет. И мы объехали два километра от пасеки. И стоит решение, ну, стоит вопрос. Ехать дальше двадцать пять километров? Или вернуться назад и поставить как пчелу? Потому что мы назад нужны, разнесем семью на те тачки, которые были. Поехали. Что вы думаете, я ездил? Поехали. Поехали по дорогам. Поехали по дорогам. Я поехал 25 километров. На трех колесах. Серьезно это было. Я ехал, я когда нервничаю, скажу честно, я грызу ногти и докровелись. Докровелись, все же ногти, потому что у меня были обязательства по долгу. опять же. И это риск. Первый раз я выезжаю на качевку. Я мало кому рассказываю эту информацию, но я расскажу, как оно было, коль мы уже затронули такую тему от А до Я. Вот. Я приехал на качевку первый раз. Это 2006 год. И я взял рапса 300 килограмм. Килограмм рапса был 4 доллара на то время, 2006 год. Килограмм гречки был 6 долларов. Я взял 300 килограмм рапса и тонны полторы гречки. Вот с этого прицепа. Опять стоит вопрос. Да. Что делать дальше? Ну, я такой немножко фанатик. Стоит вопрос. Развиваться дальше? Ну и уже смотришь, все друзья начинают на машинах кататься. домик свой имеет, там начинает ходить, там это прилично. У меня стоит вопрос. Одеть стесненные сапоги и вложить в пчел, либо взять, купить нормальную машину и кататься. Как вы думаете, что я выбрал? У меня была девушка тогда, и я задал такой вопрос. Какое мы принимаем решение? Потому что мы уже в проделе были. Мы идем на работу или покупаем мури? На те время реально было 6 тысяч долларов. Ну, не долго, а уже денег на руках. То есть на те годы это приличная сумма. Квартира будет 618 тысяч долларов, а у меня 6 тысяч долларов на руках. Я говорю, мы что делаем? Покупаем машину и следующий год пропускаем. Ну, пропускаем расширение. Или все-таки покупаем урии? Что вы думаете, она ответила? Она сказала, я не знаю, что, ну, я, я бы, может быть, хотела и машину. Ну, каждая девушка хочет, чтобы она ездила с нормальным принципом. Ну, я знаю, что ты хочешь. Ну, разговор был закрыт, и я куплю 80 ульев, еще плюс я. 80 ульев и вот следующий слайд. Ну, это по этому гречку, о которой я говорю, мы купили вот такой был юнет. Это первая моя гречка. Такая, может, не актуальная отфорка, но, тем не менее, она осталась тех времен. Следующий слайд. Вот. И мы купили вот этих 80 ульев, и нам надо было уже, опять же, ну, понимаете, мы не купили, он же не покрашен толком, ни рамок не сделан, ни ващина. Есть еще вот сейчас представитель Донейра, я помню его вот с тех времен, и я никогда-то не бы сказал, что мы будем сейчас дружить с ним. Мне надо 1000 долларов только на один лост, чтобы заселить пчелы, чтобы не пошли сильно. Плюс краски сколько, представляете, да, 80 ульев покрасить краски. А это все финансовое вложение. Ну, а вы помните, да, что я говорил? Все деньги было, 6000 долларов, я сказал, ульи. Нет, вот дурачок зоны сказал, немножко зазор сделал, чтобы нет, ульи. Кстати, эти ульи до сих пор меня кормят. До сих пор. Здесь прошло 6-7 лет, но они каждый год дают мне деньги. Я здесь работаю, ой, я с вами здесь стою, разбиваю, а там работают на меня сейчас полтысячи единиц. Вот. Вот так вот мы привезли ульи, и мы уже выкрашиваем их. Следующий стать, пожалуйста. Ну, повыкрасили ульи, и мы расставляли этот мотачок. Ну, все же, как в Канаде хотелось, по-красивому. Мы расставляли вот так вот выкрашивать. Не было бензокос тогда, дури было много в спине, в руках. И мы косили косами вот таких же ремни, да? Любой бы сельский житель позавидовал бы такому сенокосу. И мы бы косили, чтобы доставить улью. Следующий стать. Вот. Делали отводки. Те семи, которые стояли на прицепе, мы не трогали. Но у нас была додановская система, и мы от нее не отказывались. Мы туда делали отводки. А весной, после зимовки, потому что я знал стабильно, что эти семьи зимой до доданов я приловчился к ним в зимовке. Потому что каждый додан был сделан не тупым додановским, а сделан руками, а станков не было. Мы где-то даже ножичками подстругивали, чтобы плотно были досочки. Вот так вот мы начинали. Станков не было. И мы с додановской системой переносили рамки, обрезали, где-то поставили два корпуса 145, потом начали другую систему делать, передумывать. И заселяли на две рамочки расплоды, давали мат. Ну вот мы ставили плотками, ваней, живоотводков и маточек. Вот таким вот способом мы уже давали именно, заселяли вот такие вот отводки. Ну и в следующий слайд. Ну вот такая вот картинка у нас получилась. Был на финише, в конце нашего уже заселения. И опять же был промах. Промашка, большой, эмбициозный пальм. Уже как бы сто семь лет там вырастала практически. Нарисовывалась. Не подрисчитал силы и не учел, потому что опять же в литературе. Сейчас немножко вернусь, прошу прощения. Была 230-я система. Мы заказали первых 80 улей в 230-й системе. Если вы заметили, да? Там там рецепт стояла. Мы зимовали по литературе. Как по литературе написано? Зимовка. Звук корпуса. Но никто там не написал, и может кто-то из вас сейчас хочет пойти по такому пути. Никто не написал, что можно будет. Есть такое понятие биологическое пространство сейчас 8 сантиметров, ой, 8 миллиметров, чтобы пчела прошла от сота до сота, т.е. в двух корпусах. Рамка додановская у нас, стандартная рамка, да? Государная, вот стандарт у нас. Какое получается? 25 верхних брусов. Уже не состыковка, да? Плюс 1 сантиметр перехода. Плюс нижний брусов и плюс пространство. И у нас получается 4,5 сантиметра зимнего разрыва, ну, сота, медового, между мёдом и... Ну, между одним мёдом, нижним корпусом и верхним корпусом. Ну, я запускаю челузину. Думаю, всё отлично. Я же по литературному делаю. Ну, по тридцать процентов я пасеку нёс. По тридцать-сорок даже иногда было. Три года я учился. Пока я Денушкевича не почитал статью Зимовка в одном корпусе на 230. Я могу всю жизнь благодарен за эту статью. Которая мне сказала Эврика. Вот. С тех пор я зимовую в одном корпусе, где матка у меня работает, в одном корпусе на 230. Кто говорит много, мало. Проводились эксперименты мной. Я их уже много сделал этой жизни с пчелой. Много экспериментов проводилось по снятию мёда. С трёхсотой рамки гнездо стоит, решётка и магазины. Либо 230 гнездо и магазины. Что там снимаешь три корпуса, на одном и том же миду работают, на том и том же прицепе одно и то же приходят. Что там? Разницы большой я не увидел. И кто там говорит что-то, ну извините, я уже немножко пошёл. Я не буду уверять, что вы можете попробовать сами. Но вы убедитесь. Если там будет разница на два килограмма, то два-три килограмма это не страшно. Следующий статья. Вот. Теперь пасека. Ну вот мы плавно так перешли, потому что там где-то какие-то фотографии потерялись наши. Какие-то было стыдно ставить, скажу честно. 2014 год, у меня в 2013, вот эта пасека, о которой я говорил, да, был амбициозный, сильный. Казалось, всё порвуше. Развёл пасеку до 140 семей. И вся пасека легла. Представляете, да? Бился, 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 бился и пасека легла. С чем была связана эта потеря? Развёл большую пасеку, сделал отводки. Отводки начали расти, всё классно, всё хорошо, душа радуется. И здесь начинается безвзяточный период и я расслабился. Я расслабился и безвзяточный период, осенние то растут. А маткам расплод, ну и пушить надо. Не маткам, а яйцекладку ухнать нужно. Понимаете, да? А кормок-то нет. Объзяточный период. И у меня выскакивает мешочек расплод. Мешочек расплод, затремляется развитие. Мы лечим это вирусное заболевание. Мы вылечиваем его. И пасека начинает дальше расти. И тут я еду в 13-м году за племенным материалом в Европу 9 августа. И прилетаю 18 августа. И представляете, да? Стоит 140 семей. Приезжаю из Европы с племенным материалом. Радостно, счастлив. У меня племенный материал. Делаю отводки. Всё классно, всё хорошо. Но надо качать мёд. И я качаю весь мёд, который у меня есть. За счёт массового деления и увеличения прогрессивного. Соответственно, много мёда не взял. Но, тем не менее, взял полторы тонны мёда. И мне этих денег ровно хватило на ту арабу чул закормить. Но, кормить я начинаю в 20-х числах сентября. Месяц матки стоят. Ну, 70 лет. Без мёда. Что они сделали? Закратили их сплату и вообще прекратили. Но я, опять же, некому подсказать. Я кормушек не было. Кормить есть два путя. Кормить либо пакетами, либо поставить открытым способом. Вот стационарный тачок, где это всё стояло. Четыре... Три семьсот, ну, грубо говоря, четыре километра до ближайшей пасеки. 20-го сентября. Сильного лёта нет. Принимается решение. Кормить открытым способом. Я быстро делаю это. Быстро делаю. И, ну, решается сразу две проблемы. Потому что у меня нет кормушек. И я меньше людей не трачу на лакуход. Соответственно, у меня открытым способом это делается очень плохо. Брат мой тогда ещё работал в лесхозе. Работал в лесхозе. И когда он ушёл домой и услышал орёл трактора, ну, под названием «пчела». Когда она его делала как реактивный двигатель, он пришёл со связами на глазах. Потому что мы когда-то с ним ловушки носили и мечтали об этом. И он услышал этот «вуу». Пчела работает, носит типа сироп. Мы закормились. Всё отлично. И матки начали опять работать. Мы очень чётко смотрели опять же по перелёту, чтобы не было соседних деревьев перелёта. А как делал? Скажу вам честно, как мешал сироп? Надо же было, ну, большая басика быстро забирает сироп. То бишь нам забирали по 600 литров сиропа в день. Этот сироп нужно было сделать. Механизации никакой не было. Мы брали просто, грели воду, засыпали в медагонку сахар, вынимали кассеты и мешали. Вы понимаете, да? Сахар размешивался в 3 секундах. Вот таким макаром сделали 600 литров сиропа и закормили пасеку буквально за 3-4 дня. Закормили, реально закормили. Матки начинают стартовать в это время. Получился первый, ну, пришёл первый гектар, в кавычках говоря, сахар. За счёт сахара она начинает опять стартовать, работать. Ну, в сентябре месяце, да, и конец сентября. И пчёлы, и пчёлы когда наявлял, он лупит расплод. То бишь та пчела, которая массив пчелы был, и которая перерабатывала сироп, которую пчела должна была в оригинале зимовать, она сносилась. Понимаете, да? А я ж тогда это не понимал. И у меня пчёлы уходят в зиму на 4-5 улочках максимум. Но при этом были глухие донии. Глухие донии, вентиляции в крышках нету. Что происходит? Повышение СО2. При повышении СО2 больше 6% пчёлы жизнедеятельность пчёлы сопрещается. Вышло из зимовки 37. Но я ж опять же хотел машину. Я когда поехал за племенным материалом, я отложил деньги на прицеп и на машину. С учётом того, что у меня 140 семей сейчас выйдут, да, август месяц до запормок, и я в зимовке выйдут, я оттомлю сверху эту машину. Ценник на мёд 4 доллара, хуже гречка. То бишь ценники мёда падают. Благо, спасибо, Господи, наверное, за это, что я машину не купил. Я подумал, зачем я буду зимой ездить на этой машине. Лучше я свою куплю. А тут в ее сною ложится пасека. Стоит вопрос. Отдать деньги у того, кого тоже. А прицеп тоже купил. Мы подумаем, прицеп у машины, ладно, а прицепу постоять, ему же ничего не станет. Вот. Я купил этот прицеп. Всё отлично, всё классно. Ждём машину. Весна приходит, пасека резалась. 47, да? И повалент на 14 тысяч долларов. Ну, на то время. Квартира стоила там хоть-то уже 19. То бишь ценники на мёд 4 доллара. А моя мечта была рвать до тех пор, пока не куплю квартиру. Ну, маленький, амбициозный копчик, который хочет увидеть, например, с деревни Повенциалы, да? Рвать до квартиры. А тут, получается, как наоборот. Пасека растёт, как бы. А ценник, наверное, падает. Вот. У меня ложится тут пасека. 14 тысяч долларов. Квартира 18. Ну, это полностью, может, кому-то неинтересная мелочь такая. Но я рассказываю, как она есть на самом деле. Что можно сказать в мою биографию пчеловодства? И вы поймёте, почему я это говорю в конце. Вот. Стоит вопрос. Покупать машину или отдать толк? Ну, чтобы не быть должен. Что вы думаете, что я сделаю? А, было три путя. Уже не два путя. Отдать машину, отдать деньги, купить машину. Либо пойти устроиться на завод и бросить это пчеловодство. Потому что руки реально опустились. Реально опустились руки. Я сказал, как бы там ни было, суш стоит, рамки стоят. Все классно. Покупали пчел. Мы купали на то время 50 семей. Местные породы. Примерно же материал у нас был. Осталась одна маточка. Благо я тогда Сергею Ильином Лазовым тоже помог. И он мне тогда выручил. Тогда прямой материал. А пассивка легла. И я начал вот этих 50 семей размножать тоже я умею. Этих 50 семей размножать по полной. И я сделал сто сорок семей, пять пач в тот же год. Но перевел полностью на баквист. И вот в четырнадцатом году мы вышли из зимовки. С двенадцатого на тринадцатом мы вышли. И вот в четырнадцатом мы плюс приросли. То бишь у нас пошло где-то около двухсот семей там. Ну, сто шестьдесят, сто восемьдесят, не помню точно. Вот. И у нас уже, мы примели решение, чтобы пчелу не ввозить, ну, не ввозить в нашу базу, а развозить по точкам. Чтобы пчелы, ну, пчелу получается на майский, на майский видоспорт, то бишь на иву, на отуванчик, мы вывозим осенью. И вот у меня друзья были из Украины. Они увидели, что у меня пчелы стоят сейчас на семи точках. То бишь пчелы вывезены на иву, на отуванчик и на оречник, чтобы пчела лучше развивалась. Следующий стайм. Ну, вот так. Пчелы зимуют на поддонах. И сейчас они, конечно, уже не так немножко зимуют. Мы сейчас поддоны порезали, потому что это был четырнадцатый год. За два года немножко система поменялась, и немножко технологии поменялись. Мы сейчас работаем, поддон разрезаем напополам. Ну, вы дальше увидите. Следующий стайм. Пчелы сорок семей. Мы стараемся стачок сделать кратный нашему прицепу. На наш прицеп влазит двадцать семей. Следующий стайм. Я сейчас в одном уле. Оливерсом 6. Когда-то говорил о Ковыцке в районе. Мы реально увидели. Думали, что зимой пчелы не выделяют тепла. И как-то я забыл все чисто положить. Короче, как? Не забыл. Эксперимент. Скажу честно. Кормили от воды до тех пор. Потому что когда-то на них додавали сиропы, потому что денег не было. Мы сейчас кормили до тех пор, которые свободу появились. Покуда уже там по пять-семь сантиметров мы начали языки вверх тянуть. Ну, сами понимаете, жалко, да? Сдирать. Ну, чего вы, стараемся. И мы пленочку, и просто отзимкованную крышу вот посмотреть. Вот уход нашего тепла зимой. Зимой. Следующий слайд. В 2013-2014 году мы начали зимово делать шестирамочные отводки. Потому что мы долго думал. С 2010 года я думал про шестирамочные отводки и как зимовать в них. Как систему этого подогнать под себя. Ну, опять же, размножать пшелу я умею. Только надо было уже не булли размножать, а можно было еще прогрессивнее. То есть я делил семью на две части, грубо говоря. На три части. Но мне этого было мало. И сейчас мы достигли таких результатов, что мы можем зимовать, ой, размножать до 11-14 семей. С одной. Без мёда. Мёда не возьмёте. Однозначно, я говорю. Благодаря вот этим полистиролам. И есть люди, которые уже попробовали действительно это. И которые соглашаются со мной в следующий слайд. Вот. Ну, теперь я расскажу про теперешнее пчеловодство наше. Которое уже длится 2-3 года. У всех пчеловодов сейчас все пчеловоды в основном отдыхают, да. И ждут нового сезона. И в феврале месяце начинают работать. Я вам скажу больше. Мы уже практически, мы уже работаем. Потому что, ну, кажется, пасека выросла. Но привычка, что осталась. И мы размножаем опять. Почему опять же вот такая идея выросла? Почему такие все говорят немножко холерик в плане размножения? Женя Грутин мне говорит, ты немножко ударишь пыльным мешком из-за угла. Когда я вам говорю о амбиции свои и планы. Я посмотрел в 2006 году, вот тогда, когда я переходил на многокорпусное пчеловодство. Кто смотрел фильм «Пчеловодство палы» 2006 год? Канадское пчеловодство. Все смотрели, да? А у меня 35 семей сидит за окном в гробах. Я сейчас по-другому их называю. Я сам себе задаю вопрос, а почему мы не можем? Ну, не надо шесть. Ну, хотя бы тысячу. Можно же. Можно. Что у нас в глазах уже? Нет. И должен вот кто-то реагировал на себя такое маленькое оберезательство. Ну, внутреннее. Доказать самому себе, что мы тоже можем. Вот. И сейчас вот все отдыхают, а мы же трудимся. Мы трудимся, реально трудимся. И мы сейчас уже... В прошлом году мы переработали в Думы здесь 25 кубов леса обрезного. за обрезного... строганого обрезного леса. Ну, и это было не кругляк, а уже заготовный полуфабрикат. Сейчас угли мы делаем так, потому что это рациональнее и быстрее. Сейчас мы начинаем немножко считать время уже. Потому что времени реально не хватает. Опять же, немножко забегу внедрю. У нас... У меня сейчас работает я на пасеке и два брата по их. Пасека полтысячи семей. Мы делаем ули. То есть заказываем лес в лесхозах строгают, в каких-то предприятиях строгают. И вот он уже... Полуфабрикат уже выходит на финиш. Следующий... Вот. Так же мы делаем нуплюсы. Все, что у меня делается на пасеке, я мало покупаю. В основном делаю сам. Сам делаю. Помните, да? 2006 год, когда у меня покупал ули, ничего не было. Мы все покупали. Да, я вообще люблю работать по дереву. Я немножко такой, ну, фанти по дереву. Ну, у меня ностальгия. И... Сейчас у нас есть свой делобработающий цех. Медленно, медленно. Я уже не начал застряться, как мы покупали станки. Ну, представляете тогда. Вот. Но есть уже... Есть, есть уже у нас свой делобработающий цех, который уже четыре года работает, ну, на нас. Мы ули не покупаем. Ни ули, ни рамки, ни нуплюсы. Мы все делаем сами. Абсолютно все. Следующий слайд. И вот в этом году, в прошлом году, у нас есть братья Саняковичи такие. Немножко подсказали идею. Я как-то не верил этой идее. Ну, подхватил у них. Гордеев Сергеев его первый подхватил. Сказал, классно, работай. Ну, посчитали, мы делали ули с 50-ки, да? Ну, с 50 миллиметров. Ее надо было сострогать на 43. И ко мне вот эти, по-другому как гады, назвать не могу. Саняковичи приезжали, и в первую очередь что они делали? Они прибегали к моему корпусу. Поднимали одной рукой. Ой, тяжелый. Ну, посмотрите на этих руков. И так говорили, ой, тяжелый. И я думал, да ну, какой тяжелый. Ну, туришка, да? Ну, потом, когда корпуса начали вырастать уже, суши начинает хватать, корпусов начинает хватать. И у нас пасека на Бахкости начинает вырастать до 7-6 корпусов, да? И пасеки, что уже вылечиваются, да? И когда мы походим, мы руками, и поснимаем корпуса, да? Начинаем с спины канажа болеть. А есть еще 230-е корпуса, да? Там по 30 килограмм. И было принято решение, тяжело нам не давалось, но принято было решение сделать вот такие ули. Это ули из 25-й доски. Скажу вам для сравнения, скажу вам для сравнения, с 43-й доски. С 43-й доски у нас выходило 20 ульев. Не 20, а вру. 11. 11-9 ульев выходило, да? Полноценных. С куба доски обрезной. То с этих вот улей выходит 19. В одном кубу, с одного куба леса, строганого, выходит, ну, один объем улья, вот полностью, с крышкой, с новым совсем, выходит 0,07 куба. Один куб разделите, у кого есть мукулятор, если не верится, на 0,07, и можете перемножить, если у них они верят, ну, по параметрам. В том числе это экономически уже выгодно. Мы уже пошли немножко на другую сферу, потому что басека уже не вырастает, не на 20 семей, а на 100, на 300. И нам надо делать ульи. А представьте, если мы это делали, если в прошлом году мы переработали 25 доски, 25 кубов, то если бы это было 50 доска, то это, естественно, налаживается и на день финансовые средства, и на тяжесть потом, в дальнейшем, и это все же аккумулируется как минимум на 10 лет. Мы приняли вот такое решение делать эти ульи 25. То бишь в комплект уходит два корпуса на 145, и четыре корпуса на 145 сверху. То бишь два корпуса на 145 внизу, под решеткой рамка не сдавая. Не сдавая. Также есть и у меня 230, как я говорил ранее. То бишь я вот фальцевых не отошел ульев. Они у меня еще есть, но я их уже не делаю. Просто там деньги же когда-то вложены, они должны в окон и себя откатать. Вот. И мы вот делаем сейчас вот такие ульи. Следующий слайд. Вот. Вот так вот ульи себя занимают. Это часть из одной зимы, наверное, 14-й год. Ульи перед покраской уже, ну, тоже. Увеличиваем тоже это уже нашим циклированием. Следующий слайд. Ну, опять же, рамки делаем, да? Такие вот, вопрос. Ну, не такие слайд. Все делаем сами, повторяюсь. Все. Вот. Ну, это вот эти полисеролы, которые я говорил, которые мы делали сто штук сразу. Я не делаю никогда один-два. Я люблю так немножко рисковать и делаю. Прежде чем что-то сделать, я думаю, два-три года могу ночь не спать. Сегодня, кстати, тоже не спал. Говорит, я не в этом. Думаю тебе бесплатно не спал. Нет. Вот. Сперва думаем, а потом, ну, все шаги просчитываю, потому что меня жизнь уже научила продумывать. И сейчас вы увидите работу этих полисеролов. Следующий слайд. Ну, опять же, это все цех. Цех, донья. Кондуктор в 2013 году. Не буду покупать, наверное. Ну, один из первых я привез в пневмостеплер. Сейчас много пневмостеплера есть. Один из первых. В 2011 году я привез пневмостеплер из Европы. До сих пор он работает. Следующий слайд. Ну, опять же, эти же корпуса. Уже фальсовые, другие там. Следующий слайд. Вот. Во всех очень много часто возникает. Мы сейчас уже коснемся содержание пчелы. Это касается вопрос. Опять же, план экономики. Подсчитываем воск. Все помните, пошла фишка когда-то у нас. Не буду. Дальний элемент у нас. Была пошла фишка максимум. И все гнали пчеловоды за максимум. Ваш чинный максимум. Угол ячейки. Не ломается, не гнется. Быстрее отстраивается. Быстрее матка заходит. Я проверял. Как проверить? Поставить вот лист ваш чинный максимум. Полу максимум. Информация будет не объективна. Я взял две упаковки ваш чинный. Порезан пополам. Не в длинь, а поперек. И вот видите, да, где буквочка П стоит. Это полу максимум. На этой же рамке в другом конце. Буква М максимум. И мы проверяли, где матка начнет вложить. То бишь, если верить теории тем, которые нас хотели, ну, по-другому как надурить. Если бы я повелся, то представляете, 14 листов в одном килограмме и 11. На моем объеме это вырастает 20 упаков почти на 100 килограмм. В одной пачке 14 листов. В одной пачке 14 листов. Это... Нет, вы ошибаетесь. 11 листов в килограмме. Это максимум. Раз, два, раз. Четырнадцать. А, 14? Да, 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 да. Правильно, я прошу прощения, я думаю, по килограмм я как разговариваю. Вот. И что вы думаете, я первую же, опять же, после обеда поставил, поехал куда-нибудь, на следующий день пробегаю и смотрю этот максимум. Ну, что ж, матка на максимуме наложит или на полу максимум? Что вы думаете, где матка вложила? В центре. В центре. Избирательности на какой лет? Просто вас хочет немножко нагреться на вас. То бишь, это, возможно, не которым нравится максимум, потому что он не пнется, и в принципе, максимум не все. Ну, я всегда говорю, максимум, это значит максимум надурить пчеловода. Следующий стать. Вот. Ну, теперь, опять же, как мы решим, по воску. Я буду так, может, где-то отпрыгать с тем и с тем, и вы уже просите меня, потому что я немножко и растраивающий, и так сложилось в фото. Как у нас пчелы выходят на баблости весны? Зачитаю первые котики. Да, лещина целая. Начинают котики. Следующий слой. Вот такие семья у нас выходят в зимовки. И вот эти вот корпуса недавно сделаны, да? Ко мне друг приехал с Украины и сказал, неаккуратно, а те, ауле. Меня это немножко обидело, но тем не менее, я ему прощаюсь, потому что это друг. Но они меня относят. Вид все семьи развиваются. Ничем не обдурнуть, ничего. Вот. Раньше у нас было, вот здесь видите, мы раньше подписывали линии, чтобы, опять же, вести какой-то селекционный, не селекционный, а отбор какой-то, сделать какое-то предпочтение, какой-то линии отдавать, чтобы у нас получить высокий на следующий слой. И вот смотрите, да, вдумайтесь в дату. 20.03.2017 года, мы ставим 16, прошу упрощения, в этом году такой погоды не было, в этом году 11 мая сня прижал. Это прошлый год. Ошибка была ночью делать, да? 16 года, ну вот такая картинка уже, да. 20 апреля у нас челы в магазинах, и первый нектар есть, следующий слой. Затветает, как правило, затветает, у нас подходит время под затветание пивы и садовых. Мы начинаем мотководство свое, соответственно, мы идем до корпуса, делаем отводки. Я говорил, как мы раньше делали, сейчас будем делать что-то по-другому. Следующий слайд. Да, как я и говорил, в календаре начинается мотководство, и полностью здесь учленная работа идет, полностью. Это полностью системная работа. Следующий слайд. Ну вот, опять же, воспитательницы наши работают. Скажу честно, покупаем утел местных для воспитательниц. Баркость не воспитывает то количество матов, которое она может. Ну, открыто и честно. Поговорим, чтобы идти. Про купальню воспитательниц мы сразу же берем, ставим резидуционные решетки на лыбке, чтобы не было миграции трудной. Следующий слайд. Используем инкубатор. Этот инкубатор в 2015 году занял первое место на пасеке, международной пасеке. Минская пасека. Вот. Посмотрел я его у Макаревича нашего, но немножко доработал. У Макаревича была сушилка для рук, стояла как накопительный нагревательный элемент. Я придумал систему теплого пола под номинат. Долго думал, два месяца. Два месяца я ходил и думал, как сделать инкубатор. Ну, и получился вот такая лялька, которая в республике сейчас, наверное... Ну, есть люди, которые пользуются этим. Следующий слайд. Ну, те нубиусы, которые мы говорили, что зимой делаем, они покрашены. И вот это моя, наверное, первая гордость. Такая забрата. Он ушел с работы. Он ушел с работы. И, наверное, его первое фото. С того момента, как он ушел. Ну, видите, пчелка, да? Видите? Прямо напротив него. Вот. Сейчас это был один из первых братов, который... Нам приходилось так, что... Я сам прошел лесное хозяйство. Когда я строил пасеку вот эти 25-30 метров, когда надо в дамыской системе. Ну, помните, да? Долги были. Я там по времени, да? Ага. Мы приходили с работы... Работали ванщиками леса, да? Представляете, какой это адский труд. Мы приходили, еще работали на пасеках. И еще умудрялись за ловушками ходить пешком. Машину же не купили. Следующий слайд. Ну, вот. Нектар. Первый нектар уже именно спил. Следующий слайд. Это экстерьер баркеста. Заселяем нуклеусы магазинными рамками. Потому что у нас есть разнотипные нуклеусы. Следующий слайд. Ну, вот так он происходит, да? Видно. Заселение именно нуклеуса. То бишь, подставляем по две рамочки 145-х и даем маточники. В чем преимущество? В чем преимущество? Я уже отсылаться не буду, да? Ну, в эти тонкости останавливаться. Следующий слайд. Ну, видно, да? То бишь, нуклеусы раскинуты в вас плот, крышки сдвинуты. То бишь, это все системно делается. Мы, ну, мы экономим время наше. Время, деньги у нас. Закрываем нуклеусы. Это говорит о том, чтобы не было и воровок. И тем не менее, что к нуклеусам нужно еще подойти и дозакрыть их. Следующий слайд. Ну, такой силы, получается, нуклеусы. Может, много раз сделано. Следующий. Ну, вот, при наборе маток у нас вот такие, получается, ну, есть и вот такие нуклеусы, ну, и помощники наши. То бишь, сельская местность. Следующий слайд. Ну, вот, нуклеусы этого года. Это те люди, которые хотят первых маток. Следующий слайд. Ну, маточку мы получаем маток, отправляем почтой по всей Республике Беларусь. Сейчас начинаем потихонечку отказываться от этого. Посылаем вот эти маток. Раньше работали даже от одной матки. Посылали. Это очень аккуратно было. Следующий слайд. Это наши шестерамочники. Я думаю, это тема следующего нашего доклада будет в следующий раз. Это совсем отдельная тема. Очень интересная тема. Следующий слайд. Это мой гремянник, которому мы учим три с половиной, наверное, года. Вид пчелы и правильно преподносим, когда мы подносим информацию, мы начинаем учить наших пчеловодов. Наше будущее завтрашнее. Наших детей, чьи наши дети, прамыки будут, чьи наши мертвы будут. Ну, будут чьи. Вот от этого момента зависит наше завтрашнее будущее. Не завтрашнее, а послезавтрашнее, а то бишь. Будущее наших внуков. Если мы сегодня детей наших научим, то наши внуки будут наши есть. Если нет, значит будем есть либо наших братьев украинцев, либо россиян. В лучшем случае. А то бываете сами понимаете какие случаи. Следующий. Ну, следующий это нуклеусы. После того, как нуклеусы развиваются, мы пересаживаем их в новые ульи. А на это место делаем сразу же в конце сезона новые отводки. Следующий слайд. Вот. Установка магазинов через решетки. Еще эти были у нас. Следующий слайд. Следующий. Следующий. Ну, масса пчел. Разрешим. Масса пчел при... Ну, масса пчел при расстановке магазинов. Ну, какой массы даже ставит пчел. Следующий слайд. Ну, расплод, да, миролюбие. Это немаловажно, потому что нам нужно экономить время. Мы даже экономим время на одевание масок. Маску, костюмы. Мы экономим. Мы чаще всего работаем в шортах и в байке. Следующий. Следующий. Проверяем на расплод. После того, как сделают водки. Следующий. Ну, вот так вот выглядят водки. Следующий. Основные семьи, которые неделенные, выезжают на РАПС. На АСИМЕРАП. Следующий. Выезжает у моего друга. Машина А3. И вот тот прицеп, который я говорил перед Пасе погибли. Ну, когда Пасе погибло, вот мы его купили. Вот этот прицеп работает до сих пор. Следующий слайд. Вот такие макарные грузятся и выводятся. Увязываются поддоны. Вот так пчелы стоят на РАПС. Следующий слайд. Следующий. Также мы не забываем о том прицеп, который мы вложили в деньги когда-то. Мы тоже с ним окочуяем и работаем. Следующий слайд. Это Пасека моего друга Гордеева Сергея. Он тоже пошел по моей системе. Ну, по нашей системе. Мы вместе ее можно разобраться. Это достижение не одно мое. Потому что у меня есть хороший друг, мой кун уже, можно сказать. Это Гордеев Сергеев, это его пасека. Следующий слайд. Но, опять же, прицеп наш имени не тот. Пчелу также вывозим на кочевку. И тут здесь вот, видите, да, первый ряд это мои пчелы. А он там дальше, это пчелы моего друга. Которые на А3. Хотел бы развернуться внимание по поводу качества временного материала. На А3 у нас. Ой, пчел друга моего улей танцует. То бишь, парабола танцует. Это говорит о том, что вновь далеке сейчас это плохо видно. Ну, конечно, тем не менее. Первые ряды, они более-менее выстроились. И стопка пошла. Дальше там пошла парабола танцевать. Это говорит о неустойчивости временного материала. То бишь, как посмотреть, хороший материал или нет. Вот, по параболе, по медным корпусам. Следующий, кстати. Медагонкой, тоже нам тяжело было, скажу честно. Медагонкой, она 56. Без нее сейчас я не представляю наше будущее. И уже, думаю, даже о второй нашей медагонке. Следующий так. Ну, опять же, те же самые угли. Следующий. Медагонка. Паспорт. В 2006 году. Работа на баблости. Представляете, да? Вот вы же меня видите, да? Вот отсюда снять корпус 30 кг тяжелой спины. И кто бы мне не говорил, что нормальная улья, 230-е. Не, спасибо, больше не хочу, спина болит уже. Следующий так. Следующий. Опять же, прицеп. Все покупают павильоны. Мы видели много вопросов по поводу павильонов. Вот, один прицеп делает, все работает. Турдяга. Он куплен за две с половиной тысячи долларов. Но он Турдяга. Он делает все. Песок, грязь, рамки, воск, верху, что угодно. Один делает прицеп. Всю работу. Это экономически выгодно. И на тракторном прицепе вы едете 30 км в час. На этом прицепе вы едете 60-70 км в час. Следующий так. И плюс мы увеличиваем радиус. На этом прицепе мы кочуем максимум 30 км. Потому что, чтобы кочевать на 30 км, мы должны ночью спать. Каждый человек может спать. Каждому нужно отдыхать. Слышно. Здесь как-то был вопрос. Я не помню, кто так говорил. Не буду лукать. Что пчела не ведет от решетки языки. Вот специально сделал этот слайд, чтобы кому-то показать заблуждение. Это мы проморгали немножко расширение. И пчелы сезон поработали без решетки, в которой ведут языки. Ну, так они в зиму и пошли. И мы показали своим друзьям. Это слайд этого года. Что вот именно вот этот слайд, он так и есть. И мы даже... Они хотели оторвать решетку. Один из моих друзей, украинцев. Я сказал, не трогайте. Пускай зимует. Следующий слайд. Вот. Есть два типа решеток. Курские такие составные и лысоневские решетки. Хотелось бы тоже заострить. За все экономии, конечно, берут курские. Вот результат. Выдуваем. Мы выдуваем пчел воздуходувкой. Сейчас уже не вручную, а воздуходувкой. Попадают матки. Во-вторых, пропускаем. Работаем на автомате. Выдуваем маток. Матка в улей зайти не может. Становится между двумя ульями. Начинаете зачки вести. Даже иногда бывают и сотики. Следующий слайд. Расстанавливаем кормушки. Есть в этом году следующий слайд. Расстановка кормушек у нас происходит. Расстанавливали как наверх, так и на низ. Но есть один маленький нюанс. Ульи делали мне три года. Я заказывал три года ульи. Когда начинал. И три сделали разных стандартов крыш. Они всегда садятся крыши. Ну, танцуют. Немножко размер. Соответственно, крыши, они легкие. Это же не те крыши, которые дадамские в кровах. Которые нахлопнули. Там потом свои массы и закрыли. А тут они легкие. Это лишь есть немножко. Я уже все сейчас. Пять минуточек. Так. Мы снимаем корпуса. Стараемся сделать максимально все в один день. Снимаем корпуса, ставим кормушки наверх. Каким образом ставим кораллы? Есть уже два путя. Либо наверх на гнездо, либо под низ под гнездо. Кормушки все пальцевые, они взаимозаменяемы. Как наверх, так и вниз. Какие преимущества? В этом году работу кормушки ставил под низ и очень понравились. Так как я говорил, что когда ставишь наверх, три года делались крышки. Крышки немножко получились не по стандарту. Фальцевые руль очень четко, когда нужно соблюдать стандарты. Это плюс-минус сантиметр, полмиллиметр два-три. Уже начинают танцевать размеры и уже не налазят только что. Вот почему очень важно им соблюдать размер. Делали, что мы ставили наверх, заливаем сироп. Где-то чуть-чуть не закрыта крышка, начинается воровство, либо осы лезут. Какое было принято решение, ну пасекар большая уже, и нужно как-то закармливать. Ставить кормушки под низ. На это же дно, там кормушка следующая статья. Вот, кормушка, похоже, просто залаживается целлофан. Это была фотография сделана в 2012 году. Залаживался фула целлофан, вложилась солома и заливалась 10-15 литров сиропа. Следующий слайд, там сейчас будет конкретно один. А, вот, видите, кормушка. Вот это, вот здесь проход специально для пчелы. Если мы ставим, эта кормушка сейчас на данный момент стоит над гнездом. То бишь, здесь пленка лежит, кормушка сверху. И проход, видите, в той стороне литок. Проход сюда. Таким же способом мы ставим точно так же, только на дно. У нас пчела способна, он выходит через вот это отверстие в литок. И забор прозвучатель. В чем преимущество его на? Здесь пчела только заходит с одной стороны. Уперение стенки. И поднимается, соответственно, и рука опускается. Если мы ставим кормушку вниз, да? Смыкалку включили. В любой точке, с любого угла рамки, с любого гнездо, ну, в любой точке угла, ну, нижнего куска. Пчела опустилась, быстро поднялась. За счет такого маневра пчела забирает 10 литров сиропа за ночь. Был у меня случай, когда вот эту первую кормушку поставил, которая была в 2012 год. Вот, я выхожу, уже, ну, запоздал, и поставил кормушку под низ, как с ним перементировать. Я поставил кормушку под низ, и что я увидел? Утром выхожу, заморозок, а у меня слегка идет пах. Потому что пчела перерабатывает гектар. Он так быстро идет за взор. Кобеду кормушка была пустая. Я вечером дал, кобеду кормушка уже была пустая. Следующий слайд. Ну вот, еще лучше видно. Что, опять же, позволяет? Вот этот вот обзор гнезда, который... Чем пчелы больше заносят гектар вверх, тем больше давит корпус на кормушку. Соответственно, не дает произведения проникнуть. Ни воровкам, ни щелей нет. Воровка вообще нет. Следующий слайд. Аллилуйя, купил машину, хоть какую-то бы купил. Вот мива, на которой мы разводим сироп. И... Лива, наш принцип и кубик. Еврокуб. Мы замешиваем в сироп. Сразу заливаем тона, тире 700 грамм. Сейчас мы уже немножко по-другому делаем. Производительность наша где-то по среднему. Тона сахарного сухого вещества уже перерабатывается в сироп. Заливается его в кубик и разводится по точкам. Следующий слайд. И уже в этом году мы начали использовать... Потому что времени у нас катастрофически не хватает. Мы начали использовать мотопомпу. Помпа, обычная помпа. Шланги купил у наших белорусских пчеловодов. Довы детки. Сергей и Андрея. Такие шланги мало где найдете, но вот у них нашел, слава богу. И... Приезжаем на точек, где двадцать семей стоит. Двадцать с одной, двадцать с другой. И просто мы перекидываем шланги. То есть заливаем вниз. Я, грубо говоря, заливаю. Иду и просто заливаю. Мы не смотрим, у нас нет пистолета. Ну, пока вот так вот спешили, не купили пистолет. Машину купили? Сейчас осталось пистолет купить. А, да. То бишь быстренько берем и быстренько перекидываем шланги. Следующий стайд. Ну, вот видите, как льется. Второй помощник идет и просто сдвигает. То бишь берется за корпус, держит кормушку. Двиг встала на фальце. Следующий стайд. По окончанию видосбора хранили корпуса вот с таким способом. Помещений уже не хватает. У нас порядка уже двух тысяч, двух с половиной тысяч корпусов. Подсобное помещение. Сельские хаты. Ну, белорусские слова знаете, да? Белорусские хаты знаете. Не хватает корпусов, где хранить сушь. Потому что она может там еще и качать. Было принято решение поставить крышки. Закрыть крышки и обмотать стрейчем. И делайте так. Была такая ошибка. Не делайте. Пчела чувствует нектар. Забивается под стрейч. Начинается целая проблема. Ну, вот. Была такая ошибка у меня. Сезон отстояла. Следующий стайд. Приходит осень. Тачки вывозим, как я и говорил, на ив. То бишь мед отобрали, закормили, завечили. Пчел уже стоят здесь на тачках. На зимовых тачках. Вот здесь есть маленький нюанс. Вот в этом, на этом тачке. Собой мы лежим. Сордец на мыши. Сейчас мы начали бороться с мышами немножко по-другому. Пробовали мы ложить и... В прошлом году мы пробовали ложить и пакетики антикрыс, и отраву цыпали. Ничего толком не помогает. Она лежит, только... Ну, лапки задрала. Говорит, вот, отлично. Поездит вместе. Сейчас мы ставим решетки. Ставим решетки на литки. Ставим на нижние литки решетки. До теперешнего момента, полпиши семи, я думаю, мы не увидели. Следующий стайд. Почему же приедут в Йорк? Рулоны на этой фотографии приезжали и забирали. Проблем никаких не было. На удивление, пчелы перезимовали идеально. Следующий стайд. Ну, вот так, опять же, распределяются точки. Таким сбросом. Следующий. Полифицировки тоже мы выставляем. У нас где-то... Вы видели фотографии, когда они были разбросаны. То есть стояли между. Там можно было 20-30 сантиметров пройти. Либо прищемиться, либо ветер гулял. На зиму мы составляем вот именно одной единой стеной. Как говорил Джозгут в 2014 году, они зимуют одним клубом. При такой расположении. Действительно, не обливает ничего. И самое главное, компактное место. Ну, очень компактно они стоят. Следующий стайд. Утеплитель у нас работает круглый год. Пробовали мы вложить минвату. Это на фальцевой крыше минвата. И стрельчим, не стрельчим, а стомбонтом подбивали. Вот. Работает хорошо. Но, как бы кто ни говорил, что там не живут мыши, живут там мыши. Вот. Немножко проблематично. Следующий стайд. При рождественном разрыхлении клуба мы обрабатываем чел депином, либо щевелевой кислотой. В этом году используют демаврик. По рекомендации Александр Сэд. Все работает. Опять же, работаем по большим и одним препаратам. То бишь, полоски ставим и перекрестно проверяем. И так же самое и либо спином, либо другими какими-то препаратами, либо щевелевой кислотой. Все перепроверяется. После того, как парсика погибла, все начало перепроверяться в тройном размере. Сразу перепроверяется и перекрестно смотрится. Потому что клетчат основной юпич нашего мирового спорчеловодства и всего мира. Ну, некоторые пчеловоды и большинство практикует просто брать и по 10 миллиграмм на удочку, выливать. Некоторые, как у нас есть, один сведомый в ютюбере. Он там вообще поливает чуть ли не с ведра. Мы просто делаем отверстие, 2 миллиметра в крышке, 2-литровая бутылка. И быстренько проводим по удочке. Вот, быстро, рационально. И не надо... Мы время экономим. Вот эти ули, которые сейчас с 25-й доски. Благо, сохраните пчелу. И больше оставите шансов на сохранение кормов. И для лучшей зимовки мы обворачиваем пергамином. Дешево, сказал мне это мой друг, Сергей подсказал. Вот мы начали использовать. Действительно, очень дешево, быстро и хорошо. Вот эти литочки, видите, внизу литочки оставляются. Мы все равно забиваем от мышей. Снизу сетчатое дно. На литочке сетка. Пчела обработана. Увернута пергамином. Мчелы, стоятая весны. Следующий случай. Миша. Сервис будет открывать? Нет. Сетчатое дно. Нет. Не будет, потому что там мы не плотно прибиваем. Мы прибиваем 4 скобы только. Чтобы весной мы тратили меньше времени потом на вырывание. Приграмит ли запах? Давайте мы будем потом разговаривать. Ну, я закончу, потому что немножко не огонь. Всего лучше печь. Приходит осень, и мы начинаем втапливать воск. И в этом году было представлено, ну, сделано. Мы в Чехию, когда как-то с Ольгой Ивановной ездили. У меня вот запала вот такая вот штука. Это, можно сказать, кассеты для вытапки рамок. Производительность этих кассет, я думаю, мы с белорусским пчеловодством сделаем видеоролик. Все посмотрите. Все знаете белорусское пчеловодство, канал. Мы посмотрим, как вытапка воска выходит у меня вот таким способом. То бишь, скажу вам честно, без лукавства 11 килограмм воска чистого, уже застывшего, у нас отходит в час. Выдавленного. При такой вот системе. То бишь, москопрессывание, которого Геннадий сделал. Вот. И вот этот вот приспособ у кассеты мы сделали. У нас таких две кассеты, как происходит, я вам расскажу, потому что прессов много. Пока загружаем эту кассету в 8 рамок. И ставим сразу в кипяченую воду. У мерва вываривается. Покуда эта у мерва вываривается, то бишь, мы сразу взяли и поставили. И сразу же берем вторую кассету, такую же пустую, и заставляем. Покуда мы вторую заставили, та уже выварилась. То вынимаем. Опять же, следующую. За счет 40-50 минут. Даже меньше. Там минут 35 выходит. Мы выварим таким способом 80 рамок. 80 рамок. Одним же, вот этим же прессом, мы сразу же и дали. То бишь, сразу воск заливается. Мешок 10 литров мервы. Дренаж, мешок, опять 10 литров мервы. И так 5 мешков. Закрывается, закрывается у нас речный донкрат, на котором приварена лапа. И дарится, как мясорубка. Мясорубка и все, кто пользуется, да? Не электронной, а такой, механической. Вот точно такое же, только происходит в большом масштабе, да? Даже ребенок в 13 лет может дарить лозы. То бишь, это небольшое усилие. Когда у меня были пресса такие, которые надо было проводить, и когда ты в день поработаешь, и ты чувствуешь наброску на спину, на руки, то вот этим донкратом, речным донкратом и этим прессом, естественно я сказал, он такой брутальный получился. Вот. Он выдавливает без проблем. Этим же прессом, этим же прессом. Когда мы выворились воск, мы его очищали. Все? И это ритм садили. Продолжай, рамку готова. Адим, уже садились? Да, садим. Адим, уже садились, да? Говорит, да. Хорошо. То бишь, этим же прессом мы вымываем, очищаем. И у нас стоит вопрос, уже очень много задавали его, как вы борете забрусом? Те же самые мешки спод сахара. Мы залаживаем забрус, залаживаем где-то килограмм десять. Забруса. Забруса. Вложим в это как угодно. Опять же дренаж, опять забрус, дренаж, точно такая же система. И давится. У нас получается на финише, на финише. Таким же способом у нас, получается, воск не разбросан, не стоит только в ведрах, в ванночках. Он у нас лежит в каком-то месте, в квадратике, плитке. Только его просто взять и перетопить. Очень классно и четко получается. То бишь, речи и дренажа еще остались. Я к чему это говорю? Можете использовать это очень хорошо. Следующий слайд. Ну вот. Блин, не знаю, говорит ли. Нет? Ну ладно, попробую сказать. Вот этот человек, это мой помощник, который работает на А3. Я с машиной еще полутора не купил, но вот. С этим человеком мы работали. У него пасека немножко биографированная. Пасека восемьдесят семи. Но никто не скажет, что он на протезах. Восемьдесят семей и человек на протезах стоит и ударит рост. Кто у нас в Беларуси сейчас ходит и люди говорят, пятьдесят семей это же так много. Восемьдесят семей на протезах человек смотрит в пасеку. Это благодаря породному суставу и той технологии, к которой мы пришли. Она не усовершенствована, тем не менее она работает здесь. Следующий слайд. Вот это фото, наверное, показывает мою всю стратегию, которой я пришел с 2000 года по 2017. Скажу вам честно, много вопросов, которых есть, которые я вам не рассказал. Было очень много вопросов, когда даже опускались руки и хотелось, не знаю, разворачиваться, идти куда-нибудь себе расстраиваться. Это фото говорит, что как бы ни было тяжело, никогда не опускайте руки. Задали, забрали, пошли. Пошли, 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 пошли. Все сейчас я очень часто слышу, ой нам тяжело, ой сложно, ой сложно. Всем бывает сложно. Закасали рукава, собрались и пошли. Сколько было у меня вопросов таких, что просто даже попадало на деньги большие деньги. Все равно не останавливайся, и шел, и шел, и шел, и шел. Как и вот этого человека. Любовь к пчеле ничего не остановила. Чего и вам желаю, никогда не останавливайте. Идите вперед, 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 вперед. Вы, я опять же повторюсь, для меня это больной вопрос. У меня сейчас сынишка. И у меня стоит вопрос, а какой сыниш, твой внук будет есть у меня? Сын той, наверное, поесть еще моего, а вот внук. Подготавливайте молодежь, учите, делитесь кадрами, делитесь тем, чем знаете. У нас, как правило, боятся, вот вчера у нас здесь скучно было, боятся рассказать о конкуренции, зачем выращивать конкуренцию. Делитесь информацией. Вот и все, наверное, если будут какие-то вопросы, наверное, ну, в конце давайте мы снизим секрет, поговорим себе слово, поставим. Если есть какие-то вопросы, потом обратитесь, ну, общие. Субтитры сделал DimaTorzok